Всем привет! С вами, как всегда, Константин. На дворе 8 февраля. И в этот день, в 1956 году, на улицах Лондона впервые начал курсировать Ротмастер. Знаменитый на весь мир двухэтажный автобус красного цвета. И в этом выпуске я расскажу вам о наиболее интересных фактах, связанных с Ротмастером. Начиная с 1959 года, Ротмастеры вводились для замены троллейбусов. И к маю 1962 года последний вовсе исчезли с улиц Лондона. Автобусы первой серии были в длину 8,5 метров. Более поздние экземпляры 9 метров. Ротмастер завоевал огромную популярность среди лондонцев и гостей британской столицы. А причиной этого послужила необычайная конструкция автомобиля. Наличие сзади огромной платформы для входа и выхода из автобуса. Бередних дверей автобус и вовсе не имел. А многие считали даже, что эта возможность входить и выходить из автобуса в любой момент полностью соответствовала английскому духу свободы. Так как вход в автобус осуществлялся сзади, водитель не имел возможности продавать билеты пассажирам, как это было в других автобусах, оснащенных передними дверями. Именно поэтому экипаж ротмастера состоял из двух человек. Водителя и кондуктора. С другой стороны, ротмастер тратил гораздо меньше времени на посадку и высадку пассажиров на остановках, так как кондуктор имел возможность продавать билеты пассажирам во время движения автобуса. За долгие годы вокруг ротмастера сформировалась целая культура. Например, передний ряд сидений на верхнем этаже считался уголком приблённым. А многие кондукторы, кроме исполнения своих основных обязанностей, зачастую развлекали пассажиров шутками, что создавало особую дружелюбную атмосферу. Описание ротмастеров началось в 1982 году. Однако, ещё в 1992 году оставшиеся автобусы были отремонтированы. На них были установлены новые, более экологичные двигатели, что позволило увеличить срок эксплуатации ещё на 10 лет. Ну, а начиная с 2003 года, ротмастеры начали быстро исчезать. Последний линейный выход ротмастера состоялся 9 декабря 2005 года. Толь всего маршрута стояли толпы людей, пришедших проститься с автобусом, который в течение почти 50 лет являлся не отдельным, но чертой и даже символом Лондона, а возможно и самым узнаваемым автобусом в мире. А у меня на этом всё. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте пальцы вверх, делайте репосты для друзей, и до новых встреч!